Поговорим про отдельно, специально, про зависимость давления от температуры для насыщенного пара. Помните, мы говорили, у нас значит есть точка А, температура это ненасыщенный пар, то есть наш жонглер спокойно жонглирует своими мячами, у него остается запас температуры, чтобы она могла снижаться. Понижаем температуру, двигаемся, двигаемся. Обычно мы рисовали график бы вот таким образом. После какой-то точки, назовем это точкой Б, это наша точка росы, то есть то место, где пар начинает превращаться в жидкость. Мы просто рисовали пунктирную линию, как будто бы не зная, что там происходит. На самом деле, что там происходит, это график выглядит вот таким вот образом. Какая-то нелинейная, может быть квадратичная, может быть какая-то еще зависимость. Давайте подумаем, от чего так происходит. Вот на этом промежутке, от А до Б, допустим у нас процессы захорный, В не меняется, объем не меняется. Ну просто у вас коробка запечатанная, и там ваш газ находится. Вы его охлаждаете. Охлаждая газ, понижается и давление газа. Оно понижается, 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 но в точке Б газ превращается в жидкость и выступает капельками на ящике нашем. То есть, что происходит? Если вы продолжите дальше понижать температуру, то теперь давление понижается не только из-за того, что молекулы начинают медленнее двигаться и начинают меньше стучать по стенкам, слабее стучать по стенкам, и из-за этого давление понижается. Но еще и количество молекул, которые стучат по стенкам и вообще двигаются там внутри, являются газом, уменьшается, потому что часть молекул стала жидкостью. А жидкость уже больше не участвует в создании этого давления, и поэтому давление падает сильнее. Поэтому здесь получается из-за этих двух эффектов и дополнительных эффектов, из-за того, что падает не просто давление, но еще дополнительно давление сильнее падает из-за уменьшения концентрации молекул, вот процесс становится более сложным и непонятным, поэтому здесь вот такая зависимость. Поэтому, когда вы видите вот такой вот график нелинейной зависимости, не пугайтесь, это просто газ переходит в жидкость.